Танкопад на Крэйзи Вод. Нет, не такой. Намного ярче. Получай крутые премтанки и горы золота. Не выбил желанный приз? Не беда. Контракты помогут апгрейднуть выбитое в несколько раз. Добавляй от 3 до 10 призов. Сотри защитный слой и забери свой новый приз. Переходи по моей ссылке или введи мой промокод и получай плюс 15% к пополнению. И кейс в подарок всем, кто пополнит от 299 рублей. Крэйзи Вод. Сумасшедшая щедрость. Во встречном бою эта карта довольно интересна, потому что здесь я могу себе позволить, к примеру, поехать пушить по зеленочке. И сразу, сразу, буквально за 30 секунд доехать до противников и начинать их раздамаживать. Итак, первый залетный фраер на ЛТТБ отлетел в ангар. Следом передо мной находится ИС-7 и стоковый ИС-7, который точно так же не представляет никакой опасности для меня. Ведь я на палике. Ну, к слову, этот стоковый ИС-7 умудрился меня пробить в НЛД ББ-щикой. Ну да, на самом деле у поляка броня в НЛД не особо хорошая. Да и в целом у поляка броня так себе. Он тангует лишь только башней и немножко ВЛД-щикой. Но суть поляка и не в броне на самом-то деле. Суть его в том, что он просто очень комфортный и универсальный. И самое главное, у поляка альфа 750 единиц. За этот выстрел, ребята, я стою на колени и извиняюсь. Здесь, конечно же, следовало стрелять в щеку. Но я что-то решил проверить свою бронепробиваемость, еще мою новую НЛД. Но далее я исправился и благополучно нанес ему урон. На палике играть сложно из-за его размеров. Поэтому некоторым этот танк не нравится. Также у него очень ватные барта, которые не танкуют абсолютно ничего. Из-за этого на палике играть довольно-таки некомфортно игрокам, которые не особо умеют контролировать габариты своего танка. К счастью, я являюсь Павлом Поляковым. И все габариты я научился контролировать просто превосходно. Ведь недаром у меня целый автопарк Киа Рио, если вы понимаете, конечно же, о чем я. Ну и тем временем прошло 2,5 минуты. Даже, можно сказать, 2 минуты и у меня уже нанесено около 5000 урона. Сейчас мы добьем гнилого артовода и будет у нас аж целых 5000. Но артовода убивать не стал. Я лучше даю. А нет, все-таки, ребята, артовода я добил. Потому что я подумал, что сейчас дам пичку по 30-му. Этот бой я катал, ну, довольно-таки давно, где-то, наверное, с недельки 3 назад. Уже не помню, что здесь происходило. Ну, счет 9-4, кстати, обратите внимание. Но сейчас моя команда как-то умудрится слиться. И бой мне придется, к счастью, дотаскивать. Не такой уж типичный турбослив для противников оказался. Ну, в принципе, оно и видно. Вон, посмотрите по миникарте. Три танка перепушили нашу сторону и поубивали там моих союзников, которые там остались. А я, в свою очередь, перепушил вражескую сторону. И здесь остался один персонаж на Т-30, который в УПП. Который, как обычно, на фугасах с пушкой 155 миллиметров. Да-да-да, конечно же, он может себе позволить кидать по 100 урона, а не по 750. Здесь я прячу Т-30 от своего союзника на объекте 704. Так как я боюсь, что дед на 704, опять же, как-либо повредится от Т-30. И поэтому я перекрываю ему целенаправленно прострел. Но хитрый Т-30, хитрый Амироёб, все равно карает нашего брата по совку. Ну и далее я просто делаю круг подсчета и добиваю его. Остается против меня 4 противника. Уже, можно сказать, 3. Леопард ПТА. Фульный, кстати. Тридцатка и 13-5. И у меня уже нанесено 7500 урона. Здесь я немного останавливаюсь, чтобы слишком рано не засветиться. И не только получше добить Леопарда ПТА. Союзная, як пизда, не пробивает лево ПТУ в Бартину. Тем самым оставляет мне еще аж целую тычку в копилку. Ну и роту 10к демона получается, да. У 13-105 много КП, кстати. Это здорово. Здесь у нас тоже практически фуловая Т-30. Кстати, что-то много Т-30, хоть там было, что вы две штуки. Ну здесь я иду и первую пизель. Вторую, к сожалению. Да, я вторую не успеваю. Хотя, так же мог бы, наверное, перекрыть прострел. В смысле, перекрыть никому. Я ничего не перекрывал. Я просто союзников прятал, так как я боюсь за их жизнь. Ну и такой благородный поступок, конечно же, принес бы мне в копилку немало дополнительного урона. Ну и остается МХ-105, у которого 900 ХП, за которым мне нужно гнаться. Так как мне остается до 10 тысяч урона. Всего лишь навсего 500 урона. Едет за ним моя союзная облегченка. Елси ИВИ-90. Ну и ЕГА Е100, что-то там катается позади. Спойлер. Конечно же, я успею дать тычку по треносу пятому. Но, ребята, вы должны приготовиться. Этот шот будет довольно-таки красивым. Ну и я еду на всех парах его добивать. В общем-то, что вы узнали из этого боя? Да абсолютно ничего. Вы просто посмотрели, как псевдо-скиловик, то есть я, попал в нубку, как обычно, на имбе. И в нубке накидал 10 тысяч урона. Ну, просто условно красивый и интересный бой. И не более. Ничего поучительного в этом бою нет. Просто посмотрели и насладились, в скобочках нет, данной замечательной игрой. Ну и просто добиваем его и все. В принципе, все. Даже результаты боя показывать нет смысла. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Сегодня кратенько и четенько.